Ночной кошмар Илона Маска подобрался к Тесла. Впервые испытана безракетная система запуска в космос. Мета показала перчатки, позволяющие чувствовать предметы в виртуальной реальности. Генератор Wattagen добывает питьевую воду прямо из воздуха. Далее обо всем по порядку. Не забудьте оформить подписку на канал. Я желаю вам приятного просмотра. Погнали! Американская электромобильная компания Rivian, которую также называют ночным кошмаром Илона Маска, достигла капитализации в 153 миллиарда долларов. Из-за повышенного интереса инвесторов компания вошла в тройку самых дорогих автопроизводителей мира, подобравшись к своим конкурентам Тесла и Тойота. Rivian удалось обогнать по капитализации Volkswagen, крупнейшего автопроизводителя в Европе, стоимость которого оценивается в 137 миллиардов долларов. Volkswagen поставляет на рынок около 10 миллионов электромобилей в год. В то же время Rivian еще не начала массовое производство и сейчас является крупнейшим американским предприятием с нулевой выручкой. Компания начала поставлять автомобили только в сентябре 2021 года. Согласно планам Rivian, уже в 2023 году будет выпущено 150 тысяч электромобилей. Rivian стал самым популярным производителем электромобилей этого месяца, поскольку инвесторы не понимают, закончил ли Илон Маск продавать акции Тесла. На Уолл-стрит считают, что у Rivian гораздо больше потенциал роста, чем у Тесла. С самого начала космической эры отправка людей и оборудования в космос осуществляется с помощью ракет. Для этого требуется колоссальное количество топлива, которое выделяет много вредных веществ в атмосферу. Стартап SpinLaunch разработал уникальную кинетическую систему запуска в космос, отправляющую традиционные ракеты в прошлое. Разработка компании SpinLaunch представляет собой супербитальный ускоритель. Он состоит из вертикальной вакуумной камеры в форме диска, диаметр которого около 100 метров. В ней используется трос из углеродного волокна, который может разгонять снаряд до скорости в 8047 км в час. Этот показатель во много раз выше скорости звука. Существует и более крупная система. Орбитальный ускоритель L100 будет работать по аналогичному принципу и разрабатывается для запуска спутников массой до 200 кг. Компания заявляет, что современные конденсаторы, микросхемы и резисторы, которые используются в спутниках, позволят им выдержать сильное давление. SpinLaunch уже завершила первый испытательный полет на своей базе в Нью-Мексико. Прототип транспортного средства успешно достиг сверхзвуковых скоростей после запуска из супербитального ускорителя. Дальнейшие испытательные полеты будут продолжаться в 2022 году. Компания будет экспериментировать с различными видами спутников, космических кораблей и разной скоростью запуска. Первые коммерческие запуски она планирует начать в конце 2024 года. Компания Meta ранее Facebook продемонстрировала прототип тактильной перчатки, предназначенной для взаимодействия с объектами виртуальной и дополнительной реальности. Ее разработкой занимается исследовательское подразделение Reality Labs. Перчатка способна передавать такие ощущения, как хватание объекта или движение рукой по поверхности. Для этого она оснащена примерно 15-ю ребристыми надувными подушечками-актуаторами. Подушечки расположены таким образом, чтобы соответствовать ладони пользователя, нижней стороне и кончикам его пальцев. Эти подушечки могут создавать давление на соответствующие области, передавая эффект тактильного прикосновения к поверхности. Подачу воздуха регулирует сложная система управления. Благодаря этому можно воссоздать различные эффекты взаимодействия с виртуальными объектами. Прикосновение кончиками пальцев или удержание предмета в руке. Эти ощущения дополняются визуальными и звуковыми сигналами, создавая иллюзию физического прикосновения. Перчатка также способна выполнять роль контролера виртуальной реальности. Для этого на ее поверхность нанесены белые маркеры, которые позволяют камерам отслеживать перемещение пальцев в пространстве. А при помощи внутренних датчиков фиксируется сгибание пальцев пользователя. В настоящее время уже существует несколько разновидностей экзоскелетов для лиц определенных профессий и для обычных пользователей. Компания Enhanced Robotics предлагает новую спортивную версию экзоскелета Sportsmate 5. Спортсмейт крепится к нижней части тела на талии и бедрах. На внутренней стороне пояса установлена регулируемая надувная прокладка, обеспечивающая комфортное прилегание к телу. Чтобы надеть Sportsmate 5 достаточно одной минуты. Устройство работает в двух режимах. Если, к примеру, во время пешей прогулки пользователь захочет перенести на экзоскелет часть нагрузки, он с помощью кнопки запускает соответствующий режим. В начале датчики на Sportsmate 5 фиксируют шаговые движения пользователя и запускают один за другим двигатели, который поднимает поочередно ноги, помогая своему владельцу идти вперед. Алгоритм на основе искусственного интеллекта постоянно изучает особенности походки пользователя. Второй режим – режим сопротивления. Им могут воспользоваться спортсмены во время тренировки, чтобы получить дополнительную нагрузку на мышцы. Двигатели, ранее обеспечивавшие ускорение, начинают генерировать обратный крутящий момент, создавая сопротивление до 10 ньютон на метр. Sportsmate 5 изготовлен из современных материалов – пластика, армированного углеродного волокна и алюминиевого сплава. Вес экзоскелета всего 2,5 килограмма. Рабочий ресурс устройства около 3 часов в режиме поддержки на одной зарядке. Дополнительную зарядку батареи емкостью 3000 мАч на 22,2 В обеспечивает система рекуперации энергии. Еще на выставке CES в 2018 году компания Honda представила прототип автономного внедорожника, предназначенного для работы на строительных площадках, в сельском хозяйстве, для участия в поисковых и спасательных операциях. Теперь компания провела тестирование прототипа на строительной площадке компании Black & Witch в штате Нью-Мексико. Прототип похож на мини-пикап без кабины, но с откидными бортами. Спереди монтируется синий проблесковый маячок для предупреждения окружающих рабочих о возможной опасности. Полноприводно-автономный электровнедорожник имеет запас хода до 45 километров без подзарядки. Радиус поворота составляет 3,9 метра, а грузоподъемность – около 400 килограммов. Кроме того, машина может буксировать груз весом до 750 килограммов, включая вес прицепа. О скорости пока неизвестно, но предположительно модель будет передвигаться довольно медленно и безопасно. Электровнедорожник имеет набор сенсоров и модулей, включая GPS, лидар, радар и 3D-камеры, которые позволяют передвигаться по площадке без помощи оператора, хотя предусмотрен контроль с помощью облачных сервисов. Больше 10 лет израильская компания Votagen занимается технологиями получения воды из атмосферного воздуха. Два года назад на CES 2019 компания представила систему AWG, которая интегрировалась в центральную консоль салона автомобиля. Теперь Votagen продемонстрировала новую линейку мобильных устройств, разработанных в рамках инициативы Smart Mobility. Речь идет об устройстве, напоминающем обычный портативный генератор, только вместо выработки электроэнергии аппарат извлекает воду из окружающего воздуха. Установка работает от автомобильной розетки на 12 вольт или стандартной на 220 вольт. Устройство с помощью вентилятора всасывает воздух, прокачивает его через систему фильтров на запатентованный теплообменник, который извлекает воду в виде конденсата, которая затем проходит через многоуровневую систему фильтрации, подвергаясь в том числе воздействию ультрафиолетового излучения. Очищенная вода собирается и хранится в резервуаре. Производительность установки до 20 литров в день. Начало продаж запланировано на начало 2022 года. Немецкие инженеры назвали свой проект Imagic Aircraft, а прототип Imagic One. Они представили свою разработку на ярмарке Европен Роторс в Кёльне. Масса аппарата 250 килограммов, максимальный взлетный вес 420 килограммов. На одном заряде двух батарей он летает час со скоростью 144 километра в час. Кёгельген придумал концепцию и дизайн EVTOL с аэродинамической схемой типа тандем. Большое заднее крыло и более тонкое переднее соединены двумя штангами, на которых расположено по пять взлетных пропеллеров. Обычный пропеллер на носу обеспечивает тягу при горизонтальном полете и при наличии взлетно-посадочной полосы. Гибкое шасси амортизирует удар при посадке. Испытания помогли инженерам сэкономить время и детали. Они убедились, что тандемная конфигурация крыльев обеспечивает отличные летные качества аппарата. Его невозможно заглушить при переходе из одного режима полета в другой. Он все время остается управляемым. Японская компания NTT Docomo выпустила похожий на воздушный шар беспилотник, который передвигается чрезвычайно тихо. Новый беспилотник по сути представляет собой шар, наполненный гелием. Расположенная снизу камера позволяет снимать фото и видео. А еще беспилотник имеет разноцветную LED-подсветку, которую можно включать по мере необходимости. Главным преимуществом новинки является то, что она практически не издает в полете звуков. Кроме того, отсутствие необходимости постоянно поддерживать устройство в воздухе благодаря использованию в конструкции надувного шара, что обеспечивает длительное время автономного полета. Правда, пока в Docomo не уточняют, сколько времени модель способна сохранять работоспособность без подзарядки. Эксклюзивная составляющая беспилотника Docomo – его двигательная система. На легком каркасе крепятся миниатюрные ультразвуковые модули, генерирующие вибрации воздуха. Они позволяют беспилотнику перемещаться в любом направлении. Американская компания Fusion Flight представила дрон с четырьмя микротурбинными реактивными двигателями вместо роторов. Он может взлетать вертикально и развивать скорость в 400 км в час. Квадрокоптер AB6 имеет корпус, который защищает двигатели и систему отклонения вектора тяги, позволяющий соплам двигателей, независимо друг от друга, поворачиваться назад и вперед. Максимальная взлетная масса AB6 – 60 кг, из которых 20 топлива. Он умеет вертикально взлетать, а для посадки ему хватит площадки 1,2 на 0,9 метра. В горизонтальном полете дрон может развивать скорость до 400 км в час. Дальность полета – 150 км. Дрон способен летать автономно по заданному маршруту. Им также можно управлять дистанционно, но в этом случае только на расстоянии 50 км. На этом наш достаточно продолжительный выпуск подошел к концу. Я благодарю вас за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте этому видео лайк, оставляйте свой комментарий внизу и не забывайте жать на колокольчик. Напоминаю, что все наши полезные ресурсы вы найдете по ссылкам в описании. Ну а с вами был, как всегда, Андрей. Я желаю вам отличного настроения. Увидимся в следующем выпуске. До скорых встреч! Увидимся в следующем выпуске.